Представляю вашему вниманию кроссплатформенную браузерную стратегию Forge of Empire. Игра доступна как на вашем персональном компьютере, так и на мобильных устройствах. В игре вам предстоит развивать свой город и армию, начиная от каменного века и заканчивая далеким будущим, если, конечно, у вас хватит усидчивости и терпения. Если заинтересовало, ссылка на игру будет в описании этого видео на ютюбе. Ничего качать не придется, просто проходите по ссылке и начинайте игру. Forge of Empires. Всем привет, дорогие друзья, с вами Феосфан, и сегодня мы поиграем в игру под названием DrawPico. В общем, Draw это браузерная игра, и вам достаточно, чтобы в нее зайти, просто набрать в вашем браузере drawp.co. В общем, я оставлю ссылку в описании, кого заинтересует, но пока что давайте приступим. Игра простая, я уже не первый выпуск делаю по ней, ну, если быть точным, то это второй. Второй, в этой игре вам надо рисовать какие-то картинки на загаданные слова, а другим игрокам надо отгадывать эти картинки. Ну и наоборот, вам отгадывать, а другим рисовать. В общем, кто лучше отгадывает и кто лучше рисует, тот получает больше очков и тот выигрывает. Но самое увлекательное, это, конечно же, процесс. Единственное, что, как бы, вот какой бы я отметил минус у игры, в нее играет очень много очень юных игроков, и у них часто возникают трудности с рисованием, у вас возникают трудности с угадыванием того, что они рисуют. Но, тем не менее, все равно поиграть интересно. Что-то очень долго мы тут ожидаем оппонентов. Вообще, сейчас утро. У меня в Сибири 11 часов утра, в Москве 8 часов утра. И, может быть, из-за этого, ну, как-то это... Сейчас мало народу. О, смотрите, я в игре, я сразу рисую, нас всего двое. Я тебе нарисую замок, чувак. Так, смотри, короче, чувак, сейчас мы тебе нарисуем замок. Я надеюсь, что ты угадаешь. Так, это, короче, вот так. Это вот так. Здесь, короче, ну, там внутренний дворец. Но ты пойми, что это... Да, это замок, нет, ты пойми, это замок. Сейчас я тебе лучше нарисую. Ты погоди, я еще не закончил. Вот, короче, это стены. Забор, нет, не забор, это маленький замок, маленький. Видишь, тут ворота, тут, короче, окна, участок. Да какой же это участок? Здесь вот, это замок, это замок, чувак. Неужели не ясно? Башня. Вот, он угадал, наконец-то. Ну, давай, теперь я, чувак. Нас всего лишь двое, но, по крайней мере, он нормально угадывает. Может быть, он и рисует неплохо. Че, можно и вдвоем поиграть? Это раунд первый из пятнадцати. Ну, может быть, к нам еще кого-нибудь закинут, пока мы тут играем. Так, что тут глаз? Так, он активно пытался угадывать, и я тоже буду. Может быть, это и не глаз. Эмбрион, блин. Я не знаю. Это какой-то человек. Но человек тут явно не будет. Это человек, он должен что-то делать или что-то хотеть. Ну, блин, он передумал. Так, похоже, нам будет тяжело. С этим парнем. Он рисует какого-то человечка. Он вытягивает руки. Может, он что-то пытается поймать. Или бежит с протянутыми руками. Давай, больше, больше, больше. Че это у тебя за зеленая ерунда? Это официант, бегун, осьминог. На Сквидварда похож. Осьминог. Как там правильно написано? Зомби? Это зомби. Блин, в жизни не догадался бы. Нет, вроде как легко понять, но, блин, рисунок так себе, если быть честным. Так, у нас, кстати, игроки прибавились. Вот, смотри, тут уже Андрей и Пуцеку какой-то гадает. То есть, нас уже вообще, наверное, четверо, да? Да, точно так и есть. Так, давайте уже следующий раунд. Мне не нравится, тут довольно-таки долгие ожидания между раундами. Я, наверное, вам буду на паузу ставить видео, когда вот это вот ожидание. Пуцеку, давай рисуй. Рисуй. О, он начал. Так, что это? Давайте. Не важно же, сколько мы гадаем, за это очки не снимаются. Море. Что это? Синий кирпич какой-то. Повязка. Марля. Похоже на марлевую повязку в крови, я не знаю. Что это за ковер, может быть? Шарф. Да, это шарф. Что-то кроме меня никто не гадал. Так, теперь у нас нора рисуют. Или назовем ее нора. Так, и что ты рисуешь, нора? Какую-то зеленую кляксу. Зеленую кляксу. Это конфета. Конфета. Сладость. Конфетка. Карамель. Что это? Фантик. Да, это был фантик. Так, отлично. Ну, вполне доступно. Очень легко нарисовало. И как бы сразу понятно. Вот конфета, а вот ее обертка. Так, теперь я рисую. Лыжня, забвение, забвение, забвение. Какой выбор, забвение или забвение? Я выбираю лыжня. Так, короче, у нас, смотрите, сразу, чтобы люди понимали. Сначала я нарисую саму лыжню. Вот, как бы, даже надо было не черным, надо было синим рисовать. Ну, ладно. Короче, тут, как бы это, это снежные барханы. А здесь, короче, стоит на лыжах лыжник. У него, вот, короче, две палки. И вот у него, короче, одна нога. А вот у него, короче, вторая нога. И это человек. Он лыжник. У него тут палочки вот есть даже такие. Да, это, это лыжник. У него есть палки специальные для снега. Катание, лыжи, все поняли. А вот это вот, что такое? Вот это вот, что такое? След, который он накатал. След, да, все правильно. Вы, наверное, пути. Какой у тебя анал на ютюбе? Какой у тебя анал на ютюбе? Хороший вопрос. Эл, давайте, ребята. Я не могу ничего писать, потому что я загадываю. Ну, давайте, давайте, ребята. Как вот это называется? Вот это вот, как называется? Вот это вот, то, что на снегу остается за лыжником. Давай, лыж. Ребята, угадайте, угадайте. Лыж. Лыжн. Лыжн. Ну, блин. Лыжня. Вот, я вам даже напишу. Раз вы не можете отгадать мой дурацкий рисунок. О, ура. Алекс успел написать. Короче, я фигово нарисовал. Видать, непонятно. Может быть, надо было забвение писать. Забвение. Вот ссылка. Это что, тоже ссылка на мой канал, что ли, на ютюбе? А, это Алекс пишет, какой у него. У меня канал 1101 в ВК на ютюбе называется. Так, погодите. Давайте угадывать. Диван. Я успел, да? И да, я угадал. Он, в принципе, очень-очень хорошо нарисовал диван. Ну, блин, ему такие слова про диван. Что проще, чем нарисовать диван мне, блин? Забвение, забвение или лыжня? Как вообще надо нарисовать забвение? Не, ну можно как-нибудь попробовать. Ну, это, блин, это фиг-фиг нарисуешь. Забвение. Ерунда. Ну, лыжню еще можно было. И вроде как, ну, я думал, что угадают. Цвета плохо выбрал. Надо было сразу рисовать снег. И такую, ну, как бы лыжню синюю на снегу. Я ее фигово нарисовал. Кто хочет подписаться на мой канал, вот ссылка. Так, это облака. Давайте гадать, а то я что-то... А то я в облаках летаю. Это небо. Ну, блин, близко. Близко, чувак. Так, о, я рисую, я рисую. О, мишень. Вообще, самое легкое, что можно вообще нарисовать, это мишень. Шух, чух, чух, чух. Так. Так. И вот так. Здесь, короче, красная. А здесь, короче, там, ну, я не знаю, дают очки. За это, короче, там, типа, 20. Допустим, а за это 50. Ну, и можно еще вот так, типа. Ну, что, неужто вам не трудно отгадать слово? Давайте так. Вот, короче, чувак. Чувак, да? У него лук и стрела. И эта стрела летит в мишень. А вот это, вот это, это что? Что вот это, ребята? Давайте, скажите мне. Тир, тир. Нет, это не тир. Давайте, у вас еще есть маленькое времени, чтобы отгадать. Это, ну, давайте, давайте так. Давайте, вот если вам такую мишень непонятно, давайте мы очистим и нарисуем, знаете. Ах, я хотел нарисовать, знаете, еще такой, типа, контур человека, и у него на груди там, типа, мишень, чтобы они поняли, что это никак не связано с дартсом, что это просто мишень. Могу ответить на ваши вопросы. Я Саша Спилберг. А кто такой С... Давайте так. Кто, кто такой Саша Спилберг? Спилберг. Так, давайте лучше, что это? Это мороженое. Мороженое. Нет, это, это похоже на, может быть, это рожок. Может быть, это кулек. Это, мороженое, блин. Может, я что-нибудь неправильно написал? Может быть, мороженое. Да нет, вроде, со мной он пишется. Так, что это? Это сосулька. Сосулька. Я девочка, видеоблогер, крем. Блин, что ты рисуешь? Он такой, ммм, так. Аликс, тебя вообще трудно понять. Он что-то там белым вырисовывает. Капс, убери, глаза режет. Геймер. Э, эскимо. Может быть. Да? У меня, кстати, была мысль. Ну, как бы, написать эскимо, еще когда я гадал мороженое. Но я подумал, какой, блин, это эскимо? Это же явно рожок, а не эскимо. Потому что, ну, эскимо совсем по-другому надо рисовать. Это просто, ну, на палочке мороженка. Единственное, в чем проблема, друзья, слова здесь действительно часто повторяются. Я не так много играл, но, может быть, в сумме я часа два, в общем, играл в этот, в дроу-пика. И я уже видел слово эскимо, раньше встречалось мне. И мне уже раньше встречалось еще какое-то слово, которое сегодня было. В общем, слова повторяются периодически, и это не радует. То есть, тот, кто часто играет, он уже может, ну, у него эти слова могут быть на слуху. Так, что это? Сыр, может быть, да, с дырками? Нет. Что это тогда? Может быть, я не знаю, терка? Нет. Может быть, это опять шарф какой-нибудь он рисует? Что за ерунда может быть с дырками? Лист с дырками. Дневник, я, по-моему, было слово, но это вряд ли дневник. Это я, я, блин, эм... Что это за я с дырками? Ян, яч... Ячмень, блин. Я, ячей... Ячейка? Да? Ячейка. Он хотя бы показал там, я не знаю, но я... Что это? Одна, одна из них, как бы это... Ну, у него очень такой, очень схематичный рисунок. Тут трудно было вообще догадаться. Давайте еще, давайте еще что-нибудь. Я чей? Я чей? Чей я? Так, я крутой видеоблогер. Подпишитесь, если понравится мой канал. Слушайте, тут видеоблогеров крутых. Я, короче, в компании крутых видеоблогеров сегодня. Рука. Перчатка. Что еще? Варюшка, блин. Закрой варюшку. Это, может быть, игрок, он там, который ловит мяч. Бейсбол или, допустим, бейсболист. Он себе по морде бьет? Пинчер, там и всякие игроки есть эти, которые ловят. Но я без понятия, как их там называют. Я думаю, вряд ли тут бы такое загадали. Что это за рунда? Чувак себе закрыл рот рукой. Это вообще девчонка, наверное, желтовласая. Влюблена. Не знаю, любовь. Любовь до гроба, блин. Что это? Любовь девушка. Без понятия. Давай еще, что? Четыре буквы в этом слове. Не знаю. Дева. Он считает, что он все отли... А, это веер. Веер. Правда, правда, похоже на веер. Только я сразу не подумал. А, а. Так, погоди. Что это? Дама. Это, блин, дама. Черт побери. Знаете, как я бы еще нарисовал даму? Я бы нарисовал карту из карточной игры. Ну, и там типа пиковая дама. Вот. Так. Зарисовка, заступник. Блин, почему у меня всегда такие сложные слова? Жалюзи, зарисовка, заступник. Давайте жалюзи. Короче, у нас типа... Что? У нас типа... Вот, окно. Вот, типа это окно, ребята. Знаете, да? Окно обычное. Вот, как бы... Вот, обычное окно. Здесь, как бы, это форточка. Блин. Ну, вот окно с форточкой, знаете, да? Обычное окно. Старое. А на этом окне, короче, на нем, вот такие вот... Чу-чу. Жалюзи. Окно, да. Да, правильно, чувак. Ты понял, что это окно. А теперь пойми, чем я его сейчас закрываю, это окно. Тюль, тюль. Так, я, короче, окно закрываю жалюзями. Все. Вешалка. Какая нафиг вешалка? Давай так, же. Жалюза. Ну, ты почти, чувак, на первом... На правильном пути. Это жалюзи. Да, жалюза. Хе-хе-хе. Ну, может быть, он знает слово, просто не знает, как оно пишется. Так, что-то слышал. Жалюза. Что-то такое. Почти. Чувак. Ты был почти рядом. Я вот, кстати, ребята, я удивляюсь. Вот ребята, которые там снимают что-то на YouTube, пытаются подписчиков найти везде. Просто, когда они играют там в дроу-пику. Просто, когда они играют еще в какую-нибудь ерунду. Или вот когда там ребята прыгают друг... Там пытаются в комментариях... Это что? Камера. Это ребенок. Это палец. Ребенок. Давайте попробуем. Камера. Крио-камера. Меня удивляет, когда там в комментариях... Подпишитесь на меня. Я подпишусь на тебя. Ребят, не пытайтесь пиариться в комментариях. От этого толку не особо много. Вот как-то так. И не надо вот это... Подпишитесь на меня. Я подпишусь на вас. Не страдайте такой ерундой. Если вы интересны обществу, на вас подпишутся и так. А эти взаимоподписки это дурдом полный, если честно. Так. Что это? Это игрок. Футболист. Не знаю. Мне почему-то кажется. Дитя. Так. Что-то я тоже на капслок случайно перешел. Не специально. Балерина. Че. Или П. Что это? Это ММ. Молоденец. Да? Да. Да-да, друзья. Это да. Осталось еще два раунда. И я пока что, в принципе, в рекордсменах. От меня все отстают. Но, в принципе, радоваться особо нечему. Я думаю, тут половина это дети. А я все-таки постарше. И, ну, поэтому мне попроще. А ребятам вообще игра, я считаю, очень большой плюс. Такая хорошая для развития. Ну, и вообще социальное, как бы, такое взаимодействие. А вообще крутая, прикольная игра. Так. Ну, давай. Рисуй. Рисуй, чувак. 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 11.1. Ты молодец. Молодец. Давайте я так тоже пообщаюсь. Раз уж никто не рисует. Я, кстати, тоже снимаю видео прямо сейчас. Можете, можете посмотреть на моем канале. Так. И как же называется мой канал? Сейчас я на паузу нажму, чтобы им ссылку скинуть там. Так. Вот. Я ссылочку им отправлю. Если кого заинтересует, они пойдут посмотрят. Так. Я, кстати, тоже снимаю видео прямо сейчас. Класс. Я тоже. Класс. Что-то там, ребята, все снимают видео. Так, кстати, слово можно отгадать. Он ничего не написал, но уже есть слова. Зе-ле-зе. Так. Зелена. Че? А, зе-зелень. Да, я отгадал это слово. Я молодец. Он так доступно его нарисовал, что, в общем, для меня просто не составило труда отгадать это слово. Молодец. Очень хорошо нарисовал. И последнее слово рисую я. Лимонка. Блин, лимонка это еще, это граната, да? Заем. Интернациалист. Е-мое, интернационалист. Нет, мы будем рисовать лимонку. Лимонка это, короче, такая граната. Так, вот такая граната. Здесь у нас такая чека от лимонки. И сама она выглядит... Нет, нет, нет. Это, конечно, похоже на бутылку, но это, чувак, это граната. Это вещь посерьезнее. Вот, парень угадал. Бомба, лимонка. В общем, мы набрали 150 очков со значительным отрывом. Хотя не все подключились к нам с самого начала. Но, тем не менее. Так, давайте подумаем, сколько мы снимаем видео. Видео мы снимаем 20 минут. Ну, давайте на этом и закончим. Я, наверное... Ну, мне мало. Я сейчас еще поиграю и сразу два ролика запишу. Ну, а на этом попрощаюсь. С вами был 1101. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok